Солнце засветило как будто специально главному празднику Кузбасса, Дню шахтера. И в его канун московчане уже были готовы к подаркам. Традиционная ярмарка в этом году расположилась не только в центре города, но и в микрорайоне Гресс. Начало продаж было запланировано на 10 часов, но ни предприниматели, ни покупатели не стали выжидать время. Несколько десятков торговых палаток, машин и павильонов. В одной стороне запахи копченого мяса привлекают прохожих, а в другой – маленькое шоу игрушек. Пятничная ярмарка уже с первых минут собрала много народа. Несмотря на то, что вокруг расположены продуктовые и продовольственные магазины, покупатели пришли именно сюда. Смотрю, что это такое, хотел позвонить жене, чтобы она знала, что у нас ярмарка. Последние деньки лета, яркое солнце и хорошее настроение, и не только у московчан. Продавцы стараются привлечь как можно больше прохожих именно к своей палатке, тем более, что торговля честная, качественный товар и низкие цены. Все свеженькое, с колбасной фабрики. Что здесь, мы сюда привозим. Сразу колбасная фабрика, все продукты свежие. На ярмарки, конечно, люди как-то идут, но праздник чувствуется, идут в праздничной торговле. Все радуются, как-то маленько идут, улыбаются, разговаривают много, веселые. В центре города ярмарка еще шире. В этот раз предприниматели расположились в более удобном месте для всех. Не пришлось перекрывать движение на площади. Здесь и копченая рыба, и свежемороженая, и даже живая. Мясо в любом виде, на любой вкус. Фрукты, овощи, чай, кофе. В общем, все, что может понадобиться покупателю. Более 50 предпринимателей приехали сегодня в Москве. Представлено очень много мясной продукции, рыбной, рыбной переработки. Живая рыба у нас есть с Беловского рыбного хозяйства. Представлено большой ассортимент школьных товаров. В этом году у нас новое место для ярмарки. Я так думаю, что ярмарка будет в этом месте проходить регулярно. Площадь позволяет. Места очень много. Место хорошее. Жителям города очень понравилось. На ярмарке и школьный базар. Кроме приезжих производителей, товар выставили московские предприниматели. Нельзя было проигнорировать праздничную ярмарку в собственном городе. Специалисты городской администрации заранее обговаривали, цены для московчан должны быть снижены. Покупатели лично убедились, условия ярмарки были выполнены. Ирина Саликова, Александр Михайлов. Мыские. Сегодня.